Было круто. Да не, я не понимаю. Давай, давай, хорошо. Просто говорю, наиболее мать и слово. Это мое солнце, но это янце. Его песенка давно была бы спета, рассказывает Игорь Николаевич, если бы не Надежда Самохвалова. 9 лет назад женщина приютила у себя парализованного пенсионера. По долгу службы она ухаживала за его теткой, а когда-то умерла, позвала Игоря Николаевича жить себе. Нет такого, что мне там тяжело, что я сиделка около лежачего при смерти, мы умирать не собираемся, живем. Он очень позитивный, очень позитивный. На тот момент ни дочь, ни муж не воспрепятствовали желанию помочь одинокому пенсионеру, обеспечили ему комнату и заботу. Так сложилась судьба, что только к старости, потеряв после трех инсультов здоровья, Игорь Николаевич наконец обрел полноценную семью и внуков, о которых он, кажется, так мечтал. Девочка, как близок, это же праздник. Вы детей любите, да, Синяя? Угу. Сейчас заплачут, ага. Здравствуйте, а можно вам пожелать здоровья? Здравствуйте. Тем временем в краевой больнице Екатерина делает традиционный обход добра. Она руководитель студенческого волонтерского движения, основная задача которого – помогать тяжело больным, иногда и одиноким пациентам, реабилитироваться после травм. Женщина превратила свою жизнь в служение людям по личным причинам. Сегодня раздает пациентам конфеты и лапшу, а завтра, возможно, придется кого-то обнять и сказать самое страшное, что человек осиротел. И это тоже приходится делать. Хочется в любом случае больным чем-то помочь. Как правило, когда ходишь по палатам, и очень часто бывают диалоги с больными, они кто-то что-то рассказывает и делятся. Руки-то никак отойти не могут, да? Именно из больницы Татьяна Сидорова забрала Романа Печенина, когда от лежачего больного, рассказывает Татьяна, отреклись все – друзья и опекуны. 24-летний парень во время ДТП сломал позвоночник. Уже больше года его выхаживает пенсионерка в маленьком сельском доме. У меня душа, говорит, взять надо, а мозг, говорит, не надо. А душа, говорит, надо, я говорю, а это голова-то, понимая, это голова-то, не надо, говорит, вот эти здоровья нет, уже возраст туда-сюда. А потом все равно я захожу и говорю, Ромка, так и так, говорю, вот я живу, однако детей вырастила, говорю, внуки у меня уже, может, пойдешь ко мне жить? Особым пациентам нужен особый уход, но Татьяна не побоялась трудностей. Со всеми бытовыми вопросами справляется сама. Единственное – возникли проблемы с реабилитацией Романа. Чтобы помочь чужому сыну, Татьяна написала письмо в московское ток-шоу. Столичные врачи осмотрели парня, прогнозы дают положительные. За этого парня стоит бороться. Здесь есть шанс, есть шанс, что он из лежачего больного будет, извините, он будет сидеть, он будет самостоятельно обслуживать себя с помощью рук. Это еще один пример того, как красноярцы готовы помогать другим вопреки своим интересам. Каждую пятницу Елена Малахова вместе с другими волонтерами приезжает на окраину города, чтобы раздать горячие обеды бездомным. Иногда приходится обрабатывать раны, хотя это совсем не ее профиль, рассказывает Елена. Иногда женщина помогает многодетным одеждой и едой, потому что уверена – так надо. Одну из наших подопечных девушек, ее выселили на улицу, черные риэлторы. То есть ее заставили подписать документы на продажу жилья, и она оказалась в подъезде. То есть такая история может с каждым из нас произойти. И, конечно, они бездомные, они очень быстро опускаются на улицы. Но у меня есть чувство, что я живу жизнь не зря, что я помогаю тем, кто действительно в этой помощи нуждается. И я понимаю, что если не мы, то больше некому, что каждый из нас должен брать ответственность за тех людей, которые попали в беду. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков, Виталий Субодин. Воскресные новости.